Добрый день! В эфире Ирявунг ТВ. У нас в гостях доктор культурологии, профессор кафедры культурологии, музеологии и искусствоведения Самарского государственного института культуры, действительный член Европейской академии наук и искусств Владимир Иванович Ионесов. Вот этот артефакт лежал в сундучке моей семейной реликвии, реликвария такого маленького, в течение многих и многих десятилетий. Ну, 1909 год, да? И вот благодаря Дням Армении в Самаре он снова включился в диалог с современностью. Дело в том, что каждый вот сюжет, связанный с духом Армении, а этот сюжет был в 19 веке очень популярным, он отображал не только общенациональную идею, но и еще различные семейные истории, которые были очень важны для тех людей, которые создавали этот гобелин. Оказалось, что Сергей Параджанов подарил Сильвии Капутикян вот это ковровое полотно. В 1881 году есть такой факт, когда Абдул-Гамид запретил, издал приказ, турецкий султан, издал приказ, чтобы конфисковать все изображения, связанные с матерью Армении и уничтожить их. То есть сила этого изображения, она настолько мощной была. Добрый день, Владимир Иванович! Спасибо, что приняли наше приглашение и пришли в нашу студию. Владимир Иванович, я знаю, что вы приезжали в Ереван презентовать вашу новую книгу. Я уверена, нашим зрителям будет очень интересно узнать подробнее о вашей книге. Расскажите, пожалуйста. Да, добрый день, спасибо за приглашение. Действительно, это не первый визит уже в Ереван, но вот этот визит совпал с небольшой презентацией моей книги в доме музея Сильвии Капутикян. И я рад, что появилась еще одна возможность рассказать о моей книге, которая, в общем-то, не является самой новой из тех, которые сейчас опубликованы под моим авторством. Но в 2021 году книга вышла, и вот я, конечно, готов о ней рассказать. Дело в том, что эта книга повествует о очень популярном в конце, во второй половине XIX века сюжете, посвященном духу Армении в облике матери Армении. И история создания этой книги уходит в сугубо такую домашнюю семейную историю. Дело в том, что долгое время в моем семейном таком реликварии, скажем, вещей хранилось вот такое полотно ковровое под названием «Угихаястани – дух Армении», которое было создано, это ковровое полотно моей тетей Анной Бахтамян в 1909 году. Видите, как это далеко от нас сейчас уже отстоит. И я хранил, и родители передали мне это полотно. Но долгое время эта вещь лежала в сундучке памятных вот таких артефактов, которые достались мне от предков. Но вот в 2017 году, осенью, в ноябре, в России проводились Дни культуры Армении. И армянская община в Самаре обратилась ко мне, чтобы я подключился и, может быть, какие-то провел интересные мероприятия. Я сначала был в такой некоторой рассеянности, думал, что и как я могу предложить. Но потом я вот именно вспомнил этот свой гобелен, ковровое полотно или карпет, как угодно, который, в общем, я попытался разговаривать. Думаю, настало время пообщаться с этим гобеленом и попытаться расшифровать его смыслы, послания. Вот, потому что в нем была очень большая история заложена в него. И мне захотелось вот эту историю извлечь и поделиться этой историей со своими коллегами в рамках Дней культуры Армении в Самаре. И вот таким образом так все сложилось, что Дни культуры Армении в Самаре, вот такой буклет этой программки, вы видите, визитной карточкой этих дней стал как раз вот гобелен, это ковровое полотно, вокруг которой собралось не только научное сообщество, но и деятели искусства, общественные деятели. И оказалось, что вот артефакт, вещь может привести в движение большое сообщество людей, которые благодаря этому артефакту находили для себя какие-то новые горизонты для творчества. И научных изысканий. И вот таким образом в ноябре, в течение порядка 10 дней, мы как раз и провели цикл различных мероприятий. Это в первую очередь научная конференция, которая называлась «Армения. Притяжение культуры». И кроме этого была большая концертная программа, которая включала различные сценические постановки, музыкальные композиции. Была музыкальная гостиная, и в рамках этой музыкальной гостиной был впоследствии издан вот такой двойной альбом DVD с музыкальными композициями в исполнении самарских музыкантов. Здесь и произведения Спендиаровых, Туряна, Камитасов. Но опять же визитной карточкой всего этого музыкального действия тоже был вот этот артефакт. Вот, в общем-то, начиналось именно с этого. У вас при себе есть книга, чтобы показать нашим зрителям? Да, конечно. Как она называется? Вот, после того, когда вышел сборник под названием «Армения. Притяжение культуры», я вот здесь сейчас вам картинку этого сборника покажу, вот так выглядел этот сборник. Он достаточно емкий, 696 страниц, объемный. Вот, после этого так сложилось, что история Габелена, она стала наполняться новой информацией. Одна история вела к другой, третьей, четвертой. И таким образом, в общем, получилось, что это не только вылилось в текст статьи, но и вот такую брошюру, которую я назвал «О книгопечатнике Джанике Арамяне и Ане Бахтамян. История одного забытого Габелена». И уже после того, когда брошюра была написана, а материал все больше накапливался, я пришел к выводу, что пора написать большую уже книгу. И вот эта книга, которая под названием «Память вещи. Дух Армении в образах и сюжетах забытого артефакта». Вот этот артефакт лежал в сундучке моей семейной реликвии, реликвария такого маленького, в течение многих и многих десятилетий. Ну, 1909 год, да. И вот благодаря «Дням Армении в Самаре» он снова включился в диалог с современностью. Вот. Вот таким образом родилась эта книга. Ну, вы сказали, что с этим сюжетом связаны многие истории. К какому основному выводу вы пришли? Вот какая основная история, какая теория основная? Ну, здесь мне нужно сказать о том, что когда я пытался проанализировать сюжеты, знаки и различные образы данного артефакта, конечно, мне пришлось погрузиться в достаточно большой фактологический, исторический материал, чтобы проследить какую-то линию повествования. Дело в том, что каждый вот сюжет, связанный с духом Армении, а этот сюжет был в XIX веке очень популярным, он отображал не только общенациональную идею, но и еще различные семейные истории, которые были очень важны для тех людей, которые создавали этот гобелен или этот карпет. Когда я попросил своих армянских коллег, ереванских коллег попытаться кое-что перевести из тех надписей, которые здесь содержатся, и мне прислали две интересные статьи, которые были изданы в газете, ежедневной газете «Волна» в Новой Джуге, это недалеко от Исфахана, там есть большая армянская община, университет. И вот там появились в 2012-2013 годах две статьи, которые рассказывали о том, как этот сюжет вообще появился и откуда. И выяснилось, что создателем этого сюжета является Джани Карамян. Это очень интересный человек, который сегодня почти забыт в Армении. Джани Карамян – книгопечатник, публицист, мыслитель, сподвижник армянского образования. Родился он в 1820 году и родился недалеко от Константинополя. Небольшой такой городок Измит. Сегодня он под названием Измит фигурирует. И вот в 1846 году он создал типографию в Константинополе, где печатал учебные различные пособия для армянских детей и различной просветительской деятельностью занимался. В 1859 году он переехал в Париж. И там создал типографию... Вернее, переехал в Париж он в 1846 году, я сейчас оговорился, в 1846 году. А в 1859 году он создал собственное издательство и стал там печатать различные произведения армянских авторов такого просветительского характера. Но основная направленность была связана с образованием. И образованием именно школьным образованием, просвещением детей. И вот в 1860 году выходит учебник, который он назвал учебный класс для армянских детей, в котором были помещены 236 иллюстраций. Причем иллюстрации в основном выполнены в том числе и Джаника Марамян. И среди этих иллюстраций две иллюстрации как раз касались рассматриваемого нами сюжета. 6 августа 1861 года в газете «Париж» была помещена статья Арамяна с этим сюжетом, с его гравюрой. И Арамян предложил армянскому сообществу широко пропагандировать этот сюжет. Потому что он говорил, что через этот сюжет дети могут воспринимать армянскую историю. Вот в каждой армянской семье должна висеть эта картина. Потому что, глядя на нее, можно всю историю Армении, драматичную историю, зафиксировать. И во второй половине XIX века эта картина была необычайно популярна. Каждая семья пыталась каким-то образом создать эту картину. Либо это будет ковровое полотно, либо создано масляными красками. Ну, самые разные вариации были. Вот в этой книге как раз о них тоже говорится. Мы видим женщину, которая склонилась. Что она символизирует? Да, вот эта женщина – символ матери Армении. Вы видите, на фоне разрушенных армянских городов здесь 13 населенных пунктов обозначено. Вот в этих прямоугольниках. Из них 6 – это столицы Древней Армении. И вот эта черная такая нижняя часть говорит о пепелище, говорит о очень сложных, таких катастрофических событиях в армянской истории. Вот вы видите здесь и следы бойни, сражений. Но вместе с тем, несмотря на все это, вот рука держит в руках крест. То есть символ веры, он непоколебим, он остался при всех вызовах, при всех драматических событиях. Кроме того, я вот должен сказать, что в этой картине, значит, не только национальная какая-то идея закладывается, а еще личностная, сугубо индивидуальная история автора этого полотна. Каждая женщина пыталась свои переживания, свои биографические какие-то даже моменты отобразить вот в этом полотне. И я долго не мог понять, что означает вот эта надпись «Хач-мач». Потому что это не столица, это не какой-то, в общем-то, памятник, а это небольшая деревня, где родилась как раз моя тетя Анна Бахтамян. Вот 30 ноября датируется это ковровое полотно. И она свое местечко, где родилась, недалеко от Шуши, 30 километров, она отобразила здесь. Понимаете? Я это не знал. Я думал, что ну да, вот где-то примерно в Шуши и так далее. Это не просто, это «Хач-мач» деревня. Вот такая. И вот здесь вы видите и гора Арарат, да, и вот церкви, храмы армянские, которые здесь тоже просматриваются. Здесь есть и вот такое детское платьице. Вот здесь мы видим, это Библия, это книга, потому что мне пришлось сравнивать один гобелен с другим. Вот это один карпет с другим, третьим, четвертым. И многие, которые плохо прорисованы здесь детали, они открывались через прочтение других карпетов. И вот получилась вот такая интересная история, где каждый сюжет отдельно рассмотрен вот в данной книге. Ну вот я примерно, если коротко говорить, мог бы об этом рассказать. Да, и сложность состояла еще в том, что, вот видите, аббревиатура. Вот очень трудно было определить, что это означает, потому что буквы... Я обращался к разным экспертам, мне сказали, что это что-то личностное. Когда женщина создавала ковровое полотно, она обязательно в нем отображала что-то из семейной истории. Либо это имена святых, часто армянские женщины это тоже прописывали, да, имена святых. Но... или что-то имена каких-то близких, дорогих людей. Вот. Ну, моя версия, когда я попытался это все расшифровать, у меня складывается в некое предложение. Значит, дар Александру оригинальной картины, чтобы облегчить боль. Это очень важно, потому что это ковровое полотно, оно облегчало боль, тоску по родине. В основном вот этот сюжет был популярен не в самой вот в Армении, на такой привычной территории, да, а в диаспоре. Люди, которые были в силу различных причин вынуждены переселиться, переехать в другие места. И вот как раз, когда она переехала, я должен сказать, это полотно писалось уже и создавалось в Самарканде, это Узбекистан. Вот. И вот тоска по родине заставила ее в 1909 году создать это полотно. Мужа звали Александр, и мне кажется, вот именно это послание здесь закодировано. Ну, это, конечно, гипотеза. Это я могу только предполагать. Вот такая история. Владимир Иванович, до эфира вы поделились тем, что не случайно презентация прошла в доме музея Сильвы Капутыкян. Расскажите, почему вы там провели? Да, действительно, так получилось, что музей Сильвы Капутыкян и данные Габелена и книга перекликаются через вот этот сюжет, о котором мы сейчас с вами говорим. Дело в том, что когда мои коллеги, ереванские коллеги, посетили музей Сильвы Капутыкян, они увидели там как раз знакомый сюжет. И они мне прислали фотографию, и оказалось, что Сергей Параджанов подарил Сильве Капутыкян вот это ковровое полотно. Вот мой этот Габелен или карпет имеет размеры 65 на 55 сантиметров, он небольшой по объему. А подарок Сергея Параджанова Сильвы Капутыкян, он более такой масштабный. И он висит на самом видном месте сейчас в доме музея Сильвы Капутыкян. И поэтому мне показалось, что будет очень важным, полезным провести презентацию именно в этом месте. То есть подобные сюжеты, их можно встретить и в Армении, в каких-то, может быть, бутиках, где продают ковры, карпеты, музеи. Ну да, они очень были популярны вот именно во второй половине XIX века и в начале XX. Вообще, в период, когда происходили какие-то очень драматические события, кровопролитные события, в этот момент вот как раз этот сюжет становится необычайно популярным. Потому что женщина, когда создавала это полотно, она изливала свою боль. Она пыталась облегчить те страдания, которые выпали на ее долю. И поэтому я вот специально прослеживал, как только какие-то происходят события, здесь о каждом событии это говорится, то вот всплеск этого художественного творчества, это как некая такая арт-терапия. И поэтому не случайно облегчение боли. Вот. И это был действительно символ спасения в каком-то плане. И вот в 1881 году есть такой факт, когда Абдул-Гамид издал приказ, турецкий султан издал приказ, чтобы конфисковать все изображения, связанные с матерью Армении, и уничтожить их. То есть сила этого изображения, она настолько мощной была. Она вдохновляла поэтов, писателей, философов, художников, музыкантов. И это сильнее, чем какое-то оружие. Это не просто сила искусства. Как раз через этот гобелен она как раз себя ярко заявляла в истории Армении. Особенно в истории вот конца 19-го, начала 20-го веков. И сегодня можно, я думаю, если каждая семья немножко покопается в своей генеалогии, она найдет вот того времени сюжет от бабушек, прабабушек. Вот этот сюжет, который в каждой семье так или иначе присутствовал. Сегодня даже в антикварных магазинах, когда я прогуливался по Еревану, я вот за эти дни пребывания в Ереване два таких сюжета обнаружил в антикварных магазинах. Один 1904 года, второй 1956 года. Вот поэтому вот в этой книге я собрал мне доступные более 40 образцов вот таких карпетов, которые мне были доступны. Вот здесь они как раз показаны. Видите, самые разные. Здесь сколько различных изображений. Некоторые изображения, которые выходили за пределы коврового полотна и были связаны, ну, например, с различными серебряными украшениями. Вот видите, тоже этот же сюжет идет. Поэтому вот недавно мне удалось побывать на острове Святого Лазаря в монастыре, где центр махитаристов, армянские очень известные, богатейшая библиотека. И у них тоже есть эта картина. И вот серебряный портсигар тоже присутствует. Поэтому вот видите, вроде бы сундучок с линейными реликвиями. А как он привел в движение всю культурную реальность, которая вокруг него складывалась. И диалог прошлого и современного породил совершенно новую реальность. Вот все это бы не появилось, если бы не было вот этого артефакта. Поэтому здесь есть еще один момент очень важный, что на самом деле любая памятная вещь, она позволяет нам сегодня обогатить современность, извлечь какие-то новые смыслы. Вот я завершаю эту книгу небольшим таким фрагментом. Я просто его могу зачитать, чтобы понятно было. Вот здесь я как раз пишу, что несмотря на то, что это все прошлое, вместе с тем нельзя слепо зацикливаться на прошлом, застревать в обидах и унынии. Нужно искать, находить и формировать новые знания, полезный опыт для преодоления того, что нас разделяет. Прошлое существует не для того, чтобы его оплакивать или им восторгаться. У него другое предназначение. Прошлое как наследие и пережитой опыт служит условием духовного преобразования настоящего, оно расширяет границы культуры для знания, понимания и миротворчества. Как говорил Рерих, камни прошлого есть ступени в будущее. Мир никогда не был и не будет для человека совершенным, но это всегда дает возможность что-то менять, а следовательно шанс сделать жизнь хотя бы немного лучше. И здесь, быть может, самое главное, выражаясь словами Осипа Мандельштама, не терять так называемое шестое араратское чувство, как пишет Мандельштам, чувство притяжения горой. Ведь горы созданы не для того, чтобы нас разделять, но чтобы на них взбираться и быть ближе к небу, у которого нет границ и злобы, и где солнце одно на всех. Вот примерно такая важная концовка, как мне кажется, для того, чтобы представить эту книгу. Владимир Иванович, расскажите, пожалуйста, о ваших дальнейших творческих планах. Ну, эта книга и вообще дни культуры Армении в Самаре подвигли меня к более пристойному изучению смысла и природы вещи в культуре. Поэтому после того, как эта книга была написана, появилось еще несколько работ, которые связаны с пониманием того, как предметный мир воздействует на человека. Может быть, это уже не связано напрямую с Арменией, но тем не менее, значит, вот появилась недавно у меня новая монография, которая называется «Люди и вещи. То, что мы создаем и то, что создает нас». Но я бы хотел, чтобы вот то, что было разработано, собрано, изучено, нашло продолжение и в армянской культуре, сегодняшней, современной. Потому что действительно, как мне показалось в общении с моими коллегами, этот сюжет уже сильно забыт. И о нем мало кто помнит. И вот о Джанике Армяне, который создавал этот сюжет, тем более. Поэтому, возможно, мы плотно работаем с армянской общиной в Самаре. У нас много интересных мероприятий. И вот думаю, что будет продолжение того, о чем я писал в этой книге. Поэтому сама армянская культура для нас является кладезем таких идей и источником творчества. Вы упомянули об армянском сообществе в Самаре. У меня в процессе интервью уже возник вопрос, насколько активна диаспора в Самаре, армянская диаспора, и насколько молодежь хранит какие-то армянские традиции или уже как-то постепенно это забывается? Ну, знаете, у нас в Самаре две такие вот армянские организации, которые занимаются пропагандой армянской культуры. И надо сказать, что армянская культура в Самаре присутствует очень так ярко. И в образовательном пространстве, и в научном, и в художественном. Есть, в общем, центр армянского творчества, ну, в рамках вот армянской общины, где обучают армянскому языку детей. И вот я с ними лично очень тесно сотрудничаю, и они тоже предоставляют свои площадки для того, чтобы можно было пропагандировать армянскую культуру, армянскую историю, армянское наследие. Поэтому Самара, в общем, объединяет большое количество заинтересованных в продвижении армянской культуры людей, причем самых разных национальностей. Владимир Иванович, большое спасибо вам за интересное интервью, и желаем вам дальнейших успехов в вашей интересной работе. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»!